Забудьте про старые лопаты и мотыги на дворе 21 век. Изобретатели придумали массу современных приспособлений, гаджетов для дачи и огорода, которые помогут сделать уход за участком и посадочные работы экономичнее, ускорить процессы, освободив вам время для отдыха. Мы попросили эксперта показать нам гаджеты, которые действительно работают. Есть почвообрабатывающие орудия, которые позволяют, допустим, убрать в газоне нежелательную растительность, ну, в частности, одуванчик, который очень сильно досаждают в газонах. То есть локально устранить его для того, чтобы не повредить газон. Культиватор Торнадо вкручивает свои пружинные лапы в почву и вытаскивает сорняк вместе с корнями. Одуванчик здесь больше расти не будет, а полезные посадки не повредятся. А это роторная мотыга – современный вариант обычной тяпки. Она оснащена подрезающей скопой и рыхлительными роторными барабанами. Такая мотыга делает сразу два полезных дела. Подрезающая скоба убирает сорняки, барабаны разрыхляют почву. Две операции производятся одновременно, исключая вредную работу в наклон и усилии рук. Аналогичны действия ручного культиватора. Эти приспособления ускорят вашу работу на участке в 3-5 раз, говорит наш эксперт. А эта перчатка с когтями не из костюмов Рэдди Крюгера. Она помогает делать лунки для посадки рассады в плотном грунте и не пачкать руки. Она больше прикольная, чем нужная. Есть более рациональный инструмент – это посадочные стаканы, которые делают более аккуратную лунку. Но с точки зрения привлечения молодежи к работе в саду, это может быть использовано. А это автоматическая сеялка. Движение рычагов выталкивает семена сразу в 12 подготовленных лунок в одном ряду, что значительно ускорит процесс посева. Есть простые гаджеты и для того, чтобы отпугнуть грызунов от ваших участков и припасов. Это чудо-ловушка для кротов. Ее ставят в кротовый ход. Нужно раскопать 20 сантиметров ход крота, установить ее в этот ход. И когда крот проползает по своему ходу, он попадает внутрь, захлапывается вот эта дверка и обратно он уже выйти не может. Автоматическую ловушку для мышей ставят в подвале или теплице на старое ведро, заполненное водой или отработанным маслом. Она опрокидывается. Мышь, когда подходит за приманкой, подходит на этот мостик, она опрокидывается, когда мышь попадает и тянется за приманкой. И прелесть ее в том, что она работает постоянно. То есть она как неваляшка крутится. То есть ловушка работает на протяжении нескольких недель, месяцев, пока полное ведро не набьется. Самое время искать полезные приспособления. Они есть во всех сферах садоводческой деятельности. Наш эксперт советует искать их в крупных магазинах или выписать по интернету.